Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия, в студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! В нашей республике совсем недавно работает благотворительная организация «Благие дела-09». Руководит благими делами настоящий энтузиаст своего дела и человек с большим сердцем – Рада Байчорова. С завтрашнего дня на территории республики организация «Благие дела-09» будет проводить благотворительную акцию. На что направлена данная акция и чем конкретно сейчас занимается организация, в эти минуты в нашей студии Рада Байчорова расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Рада! Я безмерно рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Не посчитая, что это комплимент в лицо, я хочу сказать о том, что вот на таких людях, как ты, держится наш мир. Вы сделаете столько действительно добрых дел для простых людей, что этому нет цены. Я знаю, что ты являешься руководителем фонда «Благие дела-09». И прямо вот на днях вы будете проводить какую-то акцию. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала подробности. Конечно, ты сама об этом никогда бы не сказала, если бы я случайно не узнала. Но я думаю, что люди должны знать, что вот такие акции и такие дела проводятся. Доброе утро, Белла! Спасибо, что пригласили. Да, действительно, с 7 апреля по 10 апреля проводим акцию «Помоги Екатерине». У нее очень тяжелая, серьезная онкологическая болезнь. Она нуждается в пересадке костного мозга от зарубежного донора. До того, как она обратилась к нам, они уже постарались своими силами собрать полтора миллиона рублей. Осталось еще полтора миллиона рублей. Что вы будете делать конкретно? Как эта акция будет проходить? С пятницы по воскресенье включительно люди будут выходить с боксами на улицы. Будут во всех торговых центрах, по всем улицам, возле мечети, возле церкви. Будут стоять и ждать, что кто-то что-то туда добавит, какую-то частичку добра. Пусть это хочется сказать сразу людям. Вы не стесняйтесь хотя бы 10 рублей кинуть туда. Каждая 10-рублевая купюра – это уже целая сумма какая-то. Это помощь ей будет. В четверг, 13 апреля, мы планируем провести ярмарку на улице Первомайской, на площади. Тоже в помощь. Тоже в помощь именно Екатерине. И я так думаю, у нас люди добрые, они нам помогут. И мы эти полтора миллиона соберем за этот короткий промежуток времени. Но надо сказать, что сама ты работаешь бесплатно. Давай будем говорить как есть. Ты также перевозишь бездомных людей в Минводы по домам престарелых? Да, то, что я работаю бесплатно, это верно. Но это наше дело. Мы решили взяться за это дело, помочь людям, в том числе и бездомным. Если они с Краснодарского края, пытаемся договориться с Краснодарским краем, с приютами, чтобы они их приняли, своих же соотечественников. Если они местные, хотя у нас местных своих бездомных нет, то мы пытаемся их определить в приют в Кавдминводы. А как дела вообще в фонде обстоят? Кому помогаете сейчас конкретно, кроме бездомных? Кроме бездомных у нас были горячие обеды в станице Исправной, горячие обеды в станице Кардоникской. Я знаю, что ты очень интернациональный человек и всегда всем поможешь. Для нас нету разницы, кто он по нации, кто он по религиозным соображениям. Если человек нуждается в помощи, он же без нации, без религии, без ничего. Он просто человек, который нуждается. Для нас это так. Но у нас волонтер со станицы Исправной решила сама открыть фонд и ушла от нас. Мало того, что ушла, она так и написала целый пост, написала, Исправная инфо называется в WhatsApp группа, она там написала, что она уходит от нас только из-за того, что мы отказываемся помогать православным. Но это вообще не про тебя история. Я знаю, что ты абсолютно всем помогаешь. И, кстати, очень редко бываешь дома, помогает тебе вся твоя семья. И, конечно, я хочу тебе пожелать здоровья, сил, терпения. И пусть на этой земле будет побольше добрых людей. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотела попросить у вас, у всех, чтобы вы попытались помочь нашей Екатерине, так как у нее двое несовершеннолетних, 7 и 3 годика детей дома, плюс ей самой всего 33 года. Помогите детям не остаться без матери. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире.